В ближайшие несколько лет на Дальнем Востоке, в Пекине, в Токио и в Корее состоятся Олимпийские игры. Кроме этого, еще десятки крупных международных соревнований. Безусловно, конечно, наши спортивные сборные команды должны готовиться в подходящих и, по крайней мере, исходных условиях, которые позволят им максимально подготовиться. Безусловно, для этого необходима и материальная база, и спортивные объекты соответствующего уровня. Поэтому мы уже примерно понимаем, где сборные команды, либо по зимним виду спорта, где они уже будут готовиться. И по летним виду спорта мы сейчас эту программу уже, по сути, заканчиваем. Сейчас материальная база, по сути, она в основном вся готова. Она вся готова. Нужно кое-что еще модернизировать, как я уже сказал. Дополнительно, вы знаете, что завтра стоит закладка капсулы, будет новый спортивный центр, который как раз будет построен за счет частного инвестора. За счет частного инвестора. Дворец будет единоборств, где дзюдоисты будут готовиться к олимпийским играм. Одновременно здесь будут готовиться команды и по бадминтону, гимнастике, гребле. Поэтому сегодня уже посмотрели несколько мест для подготовки. Действительно, они еще не готовы, не совсем готовы. Но, в общем-то, та инфраструктура, которая будет необходима и для команд, и, главное, для последующего использования уже детскими школами, региональными центрами, центром по виду спорта, она вся будет готова. Время еще есть. Продолжение следует...